В Донецку едем. Я хочу пару слов сказать про ОБСЕ. Ну, все говорили, что они плохие, а я говорил, что они хорошие, потому что они стоят на своих патрульных маршрутах и не дают, так сказать, сильно стрелять. Когда уезжают, стрельба начинается. Так, оказывается, что представитель Америки в ОБСЕ сказал, что, ребята, ОБСЕ это инструмент для привлечения России к ответственности. Интересно. Для этого они копили материалы. Натуральная вульгарная разведка. Получается. Так. Короче говоря, расставили они тут вышки в 2018 году. Расставили вышки, все говорили, ну зачем? Ну как? Нам надо мониторить ситуацию, отслеживать огневые инциденты. И мы вот тогда, а что тогда? Они куда-то уходят все эти отчеты и ничего. Оказалось, что вот используют как развед информацию. То есть через определенное время нашли ноутбук, а в нем вот эти данные с этих вышек. А как определили? Когда они уходили, вышки-то остались. Они попросили украинских военных, ребят, заберите, а как забрать? Они там закреплены, а когда припекать-то надо улепетывать быстро. Ну, расстреляли их и все. А на самом деле флешки были в другом месте. Там же. Забрали, идентифицировали, определили особенности этих съемок. И вдруг подобные съемки нашли в ноутбуке, который был оставлен, забыт на позиции в 60 километрах от того места, где нашли эту камеру. Ладно, нашли. Потом, значит, выяснилось, что информация вообще-то с этих вышек никуда не уходила внутри ДНР. То есть, перехват невозможен был украинцами в данной ситуации. И вся эта информация уходила в Киев. А уже из Киева возвращалась обратно. И нашли телефон Маринке одного чувака, так сказать, командира. Назбата одного. Я назову потом в вестях недели, все это покажу. И там данные, то есть, спускали аж до командира взвода. И там видно, как прям наводят на технику российскую. Вот такие дела, ребята. А БСЕ никогда бы не подумал, честно. Ну, наверное, я какой-то очарован в этой жизни. Продолжение следует...